Сергей, ты готов? Что-то было не так в голосе партнёра. Отсутствие энтузиазма? Не, не может быть. Шурик же настоящий стальной фанатик науки. Всем привет! Вы на канале Дивплей, и мы продолжаем проходить дубликат. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать комментарий и минимум из пяти хороших слов для поддержки этого видео. А ещё можно платно подписаться на канал или задонатить по ссылкам в описании. Погнали! И вот, пока остальные четверо переводили сеть в автономный режим функционирования, пока корректировали систему циклов, пока изменяли топологию сети, оставив непосредственный доступ к шлюзу, только из двух узлов Александр творил. Нужно было создать компактное электронное устройство, излучающее сигналы, похожие на ряд сигналов человеческого мозга. Разработать конструкцию робота и заучить её наизусть. Закинуть в первый узел сети необходимые для устройства робота материалы. Придумайте запрограммировать технологическую личность-копию. Шурика Трофимова. Мику, садись на моё место. Сейчас я выйду, и ты нажмёшь вот эту кнопку. То, что ты увидишь и... Что ты увидишь, я не знаю. Какие-то подсказки для твоей памяти. Я поняла. Спасибо, Сашечка. Ты что, куришь? Сегодня отдам, Мику. Шурик, не скрываясь, открыл и закрыл тайник с сигаретами. Так надо. Действуя по своему плану, Александр заложил в первом узле в пещере это самое электронное устройство. Как он его однажды назвал, ловушка для души. Все задачи этого устройства состояла в том, чтобы, имитируя человеческий мозг, привязать к себе нейтринное кольцо. Практически вероятность этого события была минимальной и ждать предстояло долго. Чтобы не тратить время на ожидания, Александр потребовал заглушить свое сознание выключателем. И жил в своем узле в виде шурика. Такого же, как и все его копии в прочих узлах. Но на одиннадцатый день двухнедельного цикла сознание возвращалось к Александру. И он спускался внизу в пещеру к своему прибору, проверяя, не сработала ли лов... Не сработала ли ловушка. Что при этом происходило с его копиями в других узлах, Александра не интересовала. Эгоизм тоже является движущей силой вселенной наравне с любовью, страхом и ленью. И вот в первый цикл пребывания Семена в лагере Бабы Глаши... В лагере Бабы Глаши... Александр обнаружил, что ловушка сработала. Еще цикл ушел на создание робота. На одиннадцатый день второго цикла Семена Александр, вставив в робота сработавшую ловушку, отпустил его и стал ждать результатов. Робот должен был уехать на автобусе в шлюз и там остаться. Опять же, на одиннадцатый... На одиннадцатый день цикла вокруг поселка возникал туман. Видимый результат взаимодействия двух вселенных. Робот должен был пройти сквозь туман, и тринное кольцо, пойманное прибором ловушкой, должно было клонироваться. И из тумана к роботу должен был шагнуть новый стерильный организм. На этом судьба робота, как временной техно... технической личности, должна была завершиться. Робот, обнимая стерильный организм, превращался в антенну, принимающий все, что осталось от обеих ян в инфосфире сети, транслируя это новому организму, тем самым формируя его я. Выполнив свою задачу, робот отключался. Похожим образом создавались миксы, только там записывались те или иные таланты и навыки организма, а не его личность. Личность возникала по принципу «как получится». Похожим образом создавались подлинники, только там личность транслировалась непосредственно от оригинала. Воскреснуть после контакта с роботом могла только одна Яна. Или жена, или дочь. Кто именно определял случай? Александр был согласен на любой вариант. Но Александр был гением. Понимая, что маленький робот не сможет таскать на себе развитый мозг, он сумел выделить внутри вроде бы абсолютно защищенной системы независимую и невидимую систему и область, обсчитывающую поведение робота, чем наделил кошка-робота Яну избыточными мощностями. Наличие собственного нейтриного кольца сделала из неё личность, а возможность пользоваться вычислительными ресурсами сети подарила интеллект. И ещё кошка-робот Яна по-своему, но подружилась с Семёном. Всё это привело к тому, что записанная в памяти робота программа действия оказалась стёртой. Кошка-робот получил свободу воли и уехал обратно в родной лагерь вместе с физруком. А Яна, человек, понятно, так и не появилась. Ресурсов, чтобы повторить попытку, у Александра не было. После этого ему только и оставалось, что убивает себя каждый цикл в надежде, что в Шурике активируется его собственная, Шурика-личность, которая навсегда сотрёт Александра. Шурик сидел на крыльце клубов и курил. Маловероятно, что сейчас его кто-то поймает сигаретой, да и наплевать ему было на это всё. Приступы чужих воспоминаний накатывали волнами, почти полностью при этом подавляя личность Шурика. Вот теперь ты знаешь всё. Я надеялся, что ты активируешься, тогда бы ушёл спокойно. Ты бы нашёл применение моим знаниям. А сейчас я не уверен, что ты перейдёшь в следующий цикл, не отключившись. Но ты, читая... Но ты, читая, стёр мою память, перезаписав её себе. То, что я ещё функционирую, это инерция. Это скоро пройдёт. Как только ты ляжешь спать. Спроси Семёна, как это выглядит изнутри и снаружи. Он видел и сам участвовал в таком со всех трёх сторон баррикады. Александр, подожди! Ты теперь единственный, Александр. И других нет. И с каким-то щелчком незримый собеседник исчез. Болело сердце. Хлопнула за спиной дверь. Из клубов, придерживаясь за ручку двери, вышла плачущая Мику. Что-то она говорила самой себе. Или, может, не себе. Чтобы разобрать, Шурик поднялся, шагнув ей навстречу и услышал сквысь всхлипа. Ничего. Цирковая обезьёнка Мику, она сильная. Она справится. Мику пошатнулась, и Шурик или Александр подхватил её, не давая упасть. Ты тоже вспомнила то, что нельзя было вспоминать? Они осторожно присели на верхнюю ступеньку крыльца. Сашечка, скажи, Серёжа, он уже записывал свою личность, свою память на твоей машине? Мику не ответила прямо. Но и такого ответа было достаточно. Нет, собирались после завтрака. Это хорошо, Сашечка. Потому что это ваша машина. Она не должна существовать. Да. Я всё сделаю прямо сейчас. Не беспокойся. Ты готов, Шурик? Давно уже. Включай, да начнём запись. Шурик, а ты знаешь, что Женя? И что же она? Включаю. Отчёт по команде 0. 3, 2, 1, 0. А в лабораторном журнале Кружка добавилась запись. 10.05. Начало эксперимента. Первая в истории запись памяти человека. Испытуемый Александр Трофимов, оператор Сергей Сыроежкин. А пока Шурик совершал свой 10-минутный оборот, пока на экране осциллографа электронный луч рисовал место, вместо окружности диковинные кривые, символизирующие запутанность процесса мышления. Сыроежкин с тоской поглядывал то на часы, то на входной двери думал. Как хорошо, что сейчас запишем, а программа расшифрует без нашего участия. Как хорошо, что я сразу побегу в библиотеку. Надо бы телефон в кружок провести, а то завтра засидим за анализ результатов. А я буду беспокоиться, как там Женя? Жужжал привод табуретки. Дождь своими каплями колотил по стёклам. Шуршал видеомагнитофон. Электроник скучал, глядя в окно туда, где на противоположном конце лагеря располагалась библиотека. И ждал, когда пискнет 10-минутный таймер. Ещё 6 минут. 5 с половиной. 5. Это пискнул? В отмеренный срок Сергей выключил установку. Поменял в видеомагнитофоне кассету, помог зацепившемуся рубашкой Шурику выбраться из клетки. Внёс новую запись в лабораторные журналы, сам полез внутрь установки. Сергей, ты готов? Что-то было не так в голосе партнёра. Полового. Отсутствие энтузиазма? Не, не может быть. Шурик же настоящий стальной фанатик науки. Он даже на наше отношение с Женей смотрел с той точки зрения, что они не мешали с занятием в кружке. И всё же что-то не так. Эта мысль мелькнула и исчезла. Электроник принял устойчивую позу. Так, чтобы голова оказалась на продолжении оси вращения табурета. Готов. Три, два, один, ноль. И стена с окном медленно поползла слева направо, а шкаф начал выплывать в поле зрения. Предстояло самое трудное. Усидеть десять минут, не думая о Жене. Вообще ни о чём не думая, но главное о Жене. Электроник прикрыл глаза и представил перед собой белую, слабосветящуюся стену. За которой остался весь внешний мир. Женя. Нет, прости, Женя, но наука иногда требует самоотречения. Женя. Прозвенел таймер. Десять минут пытки бессмыслием истекли. Табурет прекратил вращаться. Сергей открыл глаза и полез из клетки наружу. Шурик уже отключал приборы и подключал видеомагнитофон к компьютеру. Ну, кого первого? Дешифруем. Шурик, как хочешь, давай тебя. Или меня. Мне всё равно. Хорошо, тогда меня. Сейчас одиннадцать. Раньше пяти вечера ничего не будет. Можешь заниматься своими делами. А мне неохота в такой дождь и лишний раз по улице бегать. Я здесь поработаю. Сыроежкин благодарно кивнул, снял с вешалки накидку, подошёл к двери и выглянул сквозь стекло на улицу. Дождь разошёлся не на шутку. Напротив крыльца, на всю ширину главной аллеи, от поребрика до поребрика разлилась лужа. Вся в жёлтых разводах пыльца. Не хлебай жёлтые воды из лужи. Крупные дождевые капли выбивали пузыри на её поверхности. Вода достаточно быстро текла в сторону стоянки. Чтобы там уйти в кюветы и через дренажные канавы и овраг, попасть в реку где-то между старым лагерем и периметром. Сыроежкин посмотрел на лужу, потом посмотрел на свои ноги в свежевысушенных носках, обутые в дырявые сандалии. После чего разулся, снял носки, засунув их поглубже в карман шорт, открыл двери, держа сандалии в одной руке, а другой придерживая накидку, выбежал с крыльца прямо в лужу. Женя, я уже бегу, стой в чайник! Глава восьмая. Замена. Обчинах! Будь здоров, Сёмк! Спасибо. Обчин! Будь здоров же. В носу свербит, а скоро потечет. Вот зачем под дождем бегал, а леска бы одна справилась прекрасно. Вот-вот и я о том же. Зачем я бегал под дождем? Ответ. За дождевиками. На улицу не выйдет дождь. Средний отряд оккупировал столовую. С ними там Ольга и Алиса. Младший весь целиком и не только футбольная команда здесь, в спортзале. Половина перекидывает мячик через сетку, играя в игру, которую они считают волейболом. А вторая половина окружала Ульяну и о чём-то серьёзно с ней беседует. Её даже ревную чуть. Ну а старшие... Те старшие. Они сами по себе. Ну а вот через час у старших собрания, где Максим главный герой. Рыжик, ты не в курсе, где собрание будет? У ребят? У Алиса на складе. Нас, кстати, приглашали. Без права голоса. Понятно, что без права голоса. Я уже давно потерял право на участие в отрядной жизни. Наверное, с тех пор, как заявил свои права на Ульяну. Или с тех пор, как Рыжик заявила свои права на меня. Вот так. Сохранил прекрасные отношения со всеми, даже со спящими ещё Мику и Сашкой. Даже с Женей. Даже с кибернетиками. А из отряда, из компании, которая пусть изредка, но выделяет себя из общей лагерной массы, выпал. Понятно, что 25-летний заместитель руководителя лагеря. По физическому воспитанию не может быть в пионерском отряде наравне с пионерами, но обидно. Даже мелкие больше меня за октябрёнка держат, чем старшие за пионера. Даже волейбол и посиделки наши с девочками теперь от случая к случаю проходят. А не каждый вечер, как раньше. У всех свои дела. Вот могли бы собрание и здесь провести. Но предпочли чаепитие у Алиса на складе. Дальше посидеть и посокрушаться не получается. Одна из девочек бросается за мечом, неловко наступает, подворачивает ногу и падает. Пытается встать, вскрикивает и снова падает. Больно? Давай гляну. Эта мелочь развернулась в мою сторону и протягивает правую ногу, положив лодыжку мне на колени. На, глянь. Вот не нравится мне эта лодыжка. Растяжение. Даже доктором быть для этого не обязательно, чтобы понять. Знаю, что завтра... А траковица будет... Блядька, а куда ударение? Отраковица будет в полном здравии. Но сейчас ей больно и она еле сдерживается, чтобы не заплакать. Только тихо поскуливает, когда я очень осторожно проверяю подвижность сустава. Больно вижу. Посиди здесь, я сейчас. Приношу из тренерской эластичной бинты, обматываю Светкину щеколотку. В принципе, можно больше ничего не делать до завтра. Всё равно у пионеров все повреждения восстанавливаются за несколько часов. Но пионеры же об этом не знают. Девочке же страшно и больно. Надо её в медпункт. Ходить ты, конечно, не в состоянии. Ну, хватайся крепче. Понесу тебя к доктору. Ох, спина ты моя молодая. Еле бежит открывать нам двери спортзала. Ульяна смотрит на меня. Донесёшь, Сёмк? Куда я денусь? Тут живого веса-то. Блин, как это крипово выглядит. Пока играли, пока лодыжку щупали, дождь унесло куда-то на север. И он поливает в районе той поляны, где есть переход в лагерь Виолы. О-о-о-о! Осторожно несу коллегу в обход столовой и через площадь к медпункту, лавируя между лужами. Со спортплощадки есть прямая дорожка по задам столовой и склада. Ну... Но-ну её! Она сейчас раскисла, и тащить по ней груз даже такой лёгкий, как вот эта второклассница. Занятие архи-неприятное. Вот и тучи начали раступаться. Сейчас всё быстро высохнет. Тебе не тяжело меня нести? А вот чё с имен ответит, узнаем уже в следующий раз. А на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok